друзья сегодня готовлю кучу вот у меня компот из сухофруктов здесь разные сухофрукты их промыла залила холодной водой и варить буду долго после закипания полчаса для того чтобы сухофрукты хорошенько отдали все что у них есть здесь у меня мог раньше для меня макс сварить на кутюрины пироги была проблема моя свекровь как готовила мак она садилась между ног вставила большую глиняную макетру туда насыпала промытый мак и его перетирала ступой добавляя периодически сахар у меня нет макетры процесс этот очень долгий кропотливый я делаю быстрее значит когда я купила мак я его промыла хорошенько завела холодной водой довела до кипения воду слила и налила в мак молоко и теперь варю мак до тех пор пока молоко не уварится ну когда она варится мак уже разбухнет и станет таким вот мягким буду перебивать его на блендер пока пусть варится сегодня у нас такая погода что с хозяин собаку на улицу не выгонит поэтому мне не остается ничего делать как только сидеть смотреть телевизор и разбираться в интернете сейчас я читаю о том что каждый день после новогодних праздников символизирует целый месяц и каждый день нужно посвятить чему-то важному например 1 числа люди заботятся о своем внешнем виде думают как его улучшить 2 января нужно думать о том как улучшить свое материальное состояние 3 января занимаются саморазвитием тоже строят планы сегодня 12 января последний день новогодних праздников и в этот день люди занимаются медитациями молитвы особенно сильно могут повлиять на нашу жизнь ну а здесь подошло уже время мне перебивать блендером мак который достаточно разбух молоке я его перебиваю потихонечку добавляю туда узвар то есть компотик который я уже сварила для того чтобы он как можно лучше перебивался блендером и превращался в густую массу на улице у нас мороз 15 градусов для нас это очень странно я уже не выхожу третий день на улицу кошка тоже синею вытолкала чтобы она в туалет сходила она не хотела я настояла сейчас мне нужно орехи грецкие порубить орехи я держу в морозильнике так очень мелко не буду резать потому что не люблю мелко здесь я уже процедила свой узвар смешала его с маком которая перетерла мак нужно блендером перед перебивать до консистенции так что белое молочко выделялось но стараться так это не так уже и быстро так ну теперь я жду пока кашка у меня сварится вот она уже почти готова до вас только не промыть кошка обиделась но на улицу пошла в туалет сходила пришла постучала мне в дверь я и открыла она тоже на печку с 3 как она лежит хорошо так славненько так славненько скажи да мне так тепленько на прям аж горячая не мордочка тут вот в этой печке специальные щели когда она разогревается между плиткой образуются щели и в них идет теплый воздух из них вернее так она тут и валяется целый день я бы сама тут повалялась у нас тут самое вакантное место кошка не глупая знает где лучше всего находиться правда марусинка все знаю же умная кошечка да проснись маруся это целый день тут спит до маленькая короче я досиделась до того что градусник у нас уже показывает 17 градусов наташа выпилась на укрпочту пойду получил посылку потому что она уже пришла еще перед выходными меня три дня не выходила на улицу сейчас решила надо идти потому что завтра мы едем в киев и уже на почту идти будет некогда поэтому я попросила прощения у своей старой шубы напялила и и знаете мне вообще-то даже не холодно а муж не все время выйдет и говорит о это холодно так холодно не выходи нормально 17 градусов нормально короче я пришла вы со мной покажу вам что получила на самом деле доза посылкой которая называется спалмсад это вещество его нужно сыпать в печку и сажа будет сама труситься у нас в прошлом году позапрошлом от этого средства весь не был покрыт хлопьями сажа ну зато чистить не надо было поэтому иду получил здесь у меня доваривается пшеница это цельное зерно я ее замачивала сутки она примерно у меня замачивалась а меня на несколько расходу теперь я сварила сейчас я буду промывать кипятком у меня путем вот такая по консистенции вы можете делать ее как кашу у нас западной украине там едят кучу она как каша прямо нет я люблю что было много компота компот придает особый такой привкус у меня все любят такую позже она на завтра еще больше настоится поэтому я все что здесь есть и она все было или я и зиму обдавала кипятком значит орехи обдавала кипятком прежде чем сюда положить для того чтобы она не кисла такая кутя а еще друзья хочу вам показать какой посуде у нас подают кутю на стол видите вот такой вот глиняной посуде с орнаментом есть у меня такие и маленькие пиалочки когда будут собираться гости я достаю их и мы едим кутю сейчас вот так вот вкуснятина скажу я вам счета вот и к нам пришел наборчик для печечки самый обычный тривиальный но говорят он что он очень эффективный да мы его уже использовали это не реклама просто показываем то чем пользуемся сами так как в прошлом году я поленился и не полез на крышу вернее жена меня не пустила на крышу чтобы прочистил димоход решает туда свалиться могу ну да крыша высокая решили воспользоваться химией у нас очень высокая крыша если у вас крыша крыша невысокая то можно прочищать у нас очень высокая крыша и она пока то не надо мне туда лазить тем не менее но я читал в интернете для того чтобы эффективно чистится он должен был стоимость его была должна быть запредельная просто запредельная это стоимость это недорогое один пакет такой один килограмм стоит от 100 до 200 гривен цены разные они растут каждый день но я нашла за 100 гривен это получается 3 доллара вот мне выделили ложечку досыпаешь а скорее ложечку чайную большую эти на дровишко нужно так просмочить да это лучший вариант ну что так сейчас откроешь топку будешь туда бросать руки горят все горит чем ни уму ни сердцу по крошечка которую упала на пол и непременно подмету да не сомневаетесь 3 как маруся наблюдая за этим процессом не тоже интересно как печка чистит дома русинка целая операция x бутербродик и теперь на моем незаменимом стульчике обращаю ваше внимание знаете если бы не было невозможно было бы за печкой ухаживать детский стульчик все дети наши выросли на этой табуреточке теперь он так в прыгоде стал и теперь чудесненько ложим чудесненьким образом и он якобы должен делать сейчас он посмотреть какой такой будет это все время говоришь людям как будто бы ты сомневаешься в этом нет нет посмотри какие сейчас будет какой голубой огонек по-настоящему сейчас появится голубой короче я занимаюсь на табуреточке детской ой мамочки вот видите такие языки какие пламени по а вот уже цветные я так люблю сидеть наблюдать жалко что нас тут кроватки рядом нет я тут и порежала знаете еще какое-то время назад мы еще не думали что эта печка буквально в зимний период станет нам такой центральной фигурой в нашем доме как красиво горит бутербродик и главное что ни от чего и ни от кого не зависишь есть дрова и все автономия полная да друзья ну на этом буду заканчивать свое долгое видео надеюсь вы не устали и всем пока пока что 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 Продолжение следует...